еще раз привет я тут решила попробовать сделать бэкстич прошлый раз он у меня вызвал трудности надо сказать но отчасти потому что ткань неудачная была отчасти потому что очень мелко да вы видите сами что тут было сейчас я вроде как попробовала и получается значительно лучше так сейчас я заходила на c и там сделала удивительное открытие так это выставили в рекомендациях канал называется тайная комната до вышивальщицы что-то в этом роде я ссылочку оставлю сюрприз был большой потому что я там услышала очень знакомый голос сказать что я была потрясена это ничего сказать так подождите правильно делаю или нет вроде бы да тут такое сложное вроде бы понимаете ничего сложного считай себе внимательно но чуть-чуть ошибешься и все и ты уехал поэтому я даже не знаю я тут муж не смогу делать как ты все это очень последовательно мне бы лишь бы не потеряться вроде так в прошлый раз в прошлый раз в прошлой попытки это все конечно попила мне сильно кровь по поводу же так что у нас как странно все это выглядит вроде бы интересно не одна клеточка что ли две клеточки ну я же говорю я же говорю если там одна клеточка то есть две клеточки так то есть она что делать что делать в целом мне нравится как получается на этом тканюшке я прям уже успела в нее муж сказать улюбиться как на ней получаются эти крестики сейчас вот еще приспособлюсь бы и вообще будет все тип-топ тут что нужно только учитывать она довольно таки мягонькая ткань и если ты затягиваешь затягиваешь то может переме сместиться как бы до между переплетениями может сместиться ниточка поэтому сильно затягивать не надо аккуратненько так отлично я справилась с этими палочками тут как-то так странно нарисован некоторые вроде в клеточку а некоторые почему-то в пол клеточки хотя с какой стать с какого перепугу то есть вот это например почему она состоит из двух частей так и так хотя вполне может быть вот так очень непонятно очень непонятно ну ну я уж буду делать как так теперь так так это это где я купила хобби она на вал перес вроде бы так так теперь вот так здесь у меня получится эта фигура Это тогда получается сюда, наверное. И это, по идее, сюда, наверное. Вообще бы понять бы, как бы принцип уловить бы. Уловить бы принцип. Так, что ли? Печаль. Ладно, пойду сюда, здесь всё понятнее. Так. 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 Так, что ли? Подождите. Если это пойдёт сюда, то это будет так. Так. Да? Ой. Так. И отсюда мы выдвигаемся. Вот сюда. Я смотрю Евгения Золотарёва. Так, что ли? Нет, подождите, что-то не то. Вот эти две должны быть на одном уровне. Так что отход. Шаг назад. Евгения Золотарёва. У неё этих игр, конечно, как она успевает с ними со всеми справляться. Но она раздобыла ещё одну колоду карт. Вот специальную, мистическую, магическую. По идее, мы должны вот отсюда, да, сделать вот так вот. Раз. И сегодня я смотрела, как она там вынимала эти карты. А это значит сюда. Сюда. О! Ну, будем считать, что этот у нас удался лепесточек. Да? Короче, советую вам посмотреть на Женин канал. Она играет в новую игру. Так. Допустим. Почему они там путаются сзади? Так. Молоточки. Короче, я билась с этим сэмплером. Я же, когда его начала, я решила, думаю, ну что. Я посмотрю, что у меня есть, какие ткани. И на них попробую. Я попробовала его на трёх, наверное, тканях. Разных фактур, фасонов и прочее. И у меня ничего не получалось. Потом я попробовала на льне. Я решила, что лён, он и есть лён. И, значит, с энтузиазмом взялась. Потом, когда я выяснила, что лён-то бывает неравномерный, я уже довольно-таки прилично там вышла. Ну, вы видели на коте. Ну, что, думаю, я буду продолжать, когда очевидно, что не получается. И получается не то, что в совершенстве, но хотя бы, чтобы удовольствие было от вышивки. Я, конечно, перфекционист, но не настолько перфекционист. Ну, всё, мне надо, чтобы было приятно. Оно, может быть, не совершенно, но приятно. Ну, что такое? А, завязался узелок. А там мне уже... Так это что, почему так криво? А там мне уже было неприятно. Потому что я вижу, что и получается результат не тот. Такие толстые драконы. короткие рыцари. И удовольствия нету, потому что клеточка, которая не клеточка, а прямоугольник, не может никого удовлетворить. Правда же? Так, надеюсь, я тут всё правильно делаю. А то и не разговаривай, а тут запутаешься. Короче, я приняла всё же решение исключить его. И, честно говоря, пока что я не собиралась его начинать. Но тут подумала... Посмотрю, какие ткани какие есть равномерные. Полазила. Поискала. Видела, что всё ужасно дорого. ещё и доставка плюс к цене. Посмотрела на эти дорогущие льны. Решила, что, наверное, меня устроит и не лён. Ну и нашла на Валберес вот равномерочку турецкую. Да, я у кого-то услышала про турецкую равномерку. Я ещё слышала про белорусскую равномерку. Тоже походила, посмотрела. Но по отзывам она, говорят, довольно-таки рыхлая. Ну, то есть тонкая. Я что-то подумала, что мне, наверное, тонкая это не очень подойдёт. Опять же, по причине того, что я не идеальная вышивальщица, а скорее пофигист вышивальщица в плане изнанки. И на льне всякие вот огрехи, протяжки и прочее будут видно. Скажите, почему эта палочка там состоит из двух частей? Это что, имеет значение? Непонятно, если её сделать из двух частей и на что станет лучше. Ну, в общем, решила я, что ладно, я закажу эту турецкую равномерку. Главное, что там кусок был хорошего размера 70 на 80. А все остальные нарезанные куски там 50 на 70. Очевидно, что я со своей работой туда не влезаю. А покупать четыре куска, чтобы получить то, что мне нужно. Разоряться тоже неохота. Ну, там, ладно, дай попробую. Заказала. Так. И оно достаточно быстро пришло у Валберис. Бесплатно. Доставка бесплатная, имею ввиду. Такая вот интересная надпись на пакетике. Ну, естественно, я оставила свой отзыв по первым впечатлениям от получения заказа. А сейчас я бы даже и дополнила бы отзыв. Не знаю, есть ли на Валберис такая функция, чтобы дополнить свой отзыв. На Алиэкспрессе, например, можно дополнить. А на Валберис, да не знаю, надо посмотреть. Так. Ну что, как это выглядит у нас? Вроде бы пока сносно. Так. Состоит он из двух частей. Ну, в общем, мне там еще и с Алиэкспресса должны прийти какие-то ткани наподобие искусственного льна. Тоже вроде бы обещают, что они равномерные. Но я решила уже не дожидаться и все-таки рвануть. с этими драконами. То есть в любом случае я бы их начала. Если не сейчас, так через несколько, через пару недель. вот. Ну тут по игре. Получилось, что он выпал. этот процесс. Туда или сюда. Туда вроде. Ну и хорошо. Потому что мне они не давало покоя. Я все-таки хотела его сделать. Так. Вот с этими я боюсь ошибиться. Раз. Чтобы они были параллельные. Два. так. 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 я сегодня сходила, уже посадила, посеяла речку. посеяла речку и свеклу. покормила кур, покормила собаку. Погода пока стоит хорошая. Вчера был дождь. Сегодня, если и будет, то к вечеру. так, что это не то. Все польет. Так. Подожди, что-то тут не то. Что-то тут. Что-то тут. Что-то тут. Так. Давай-ка вернемся. сейчас все переезжают на цен не знаю тоже переехала на цен теперь приходится бегать и смотреть и на цен и на youtube где там чего выходит хлопоты больше на цене неудобно то что ты не можешь отложить это свою кладовочку то что ты хочешь потом посмотреть нет пока такой у них функции если ты прямо сейчас не начал смотреть ну точнее начал но не досмотрел то ты все потом уже не найдешь тебе надо идти непосредственно к этому блогеру и там искать так я правильно делаю или еще что-то неправильно делаю так это она не коротенькая слишком может быть коротенькая потому что она должна до должна выйти вот сюда что значит это ошибочка палочкой мы ошиблись так что ну да такой вот он где должна быть вот она должна быть здесь и тут что-то не то должна быть одна клеточка здесь так ладно если мы здесь запутались что мы должны делать мы должны более понятное место пойти всегда так делаю если ты в этом деле уперся в какую-то стену отойди и заходи с другой стороны возможно ошибка даже здесь точно вот эти слишком короткие у них все дело ну вот вышивальщицы никогда не не заболеют этим как его деменцией с геймером потому что мозг наш вышивальщицкий все время работает так ладно смотрим нас вот это окошечко сделано а вот отсюда штучка она идет на ту же линию где кончается окошечко вот это все линия должна совпадать нас совпадает вроде бы пока совпадают вот тут так что ли мозг нужно нагружать по сути дела головоломками различными чтобы он искал пути выходы пошивальщицы в этом плане имеют преимущество так ну и соответственно вот это должна выйти сюда на одну полосе с этим так поднимаемся вверх так вот прикиньте вот эта штучка состоит у них из двух штучков смысл какой в этом это положим что это так так зацепимся вот сюда это чтобы все таки как-то организоваться так 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 и сюда сюда и сюда вот здесь у них тоже проведен бэк надо его там проводить или нет имеет значение или нет он как бы выровнять должен вот это что место да а с этой стороны его нет почему-то непонятно логика так перемещаемся сюда здесь у нас две клеточки конечно здесь не расслабишься и вообще заметила что вроде бы вот лонгдоги да казалось бы все просто но любая ошибка имеет критическое значение и если например и на равномерки тву какой равномерки равномер если например и на многоцветки то где-то там в зарослях каких-то сделал ошибку ну и как бы и бог с ним а если ты здесь в каком-то несчастном лепесточке какую-нибудь точку поставил не туда то все тебя нарушается вся стройность так или не так как понять подожду пока непонятно пока так здесь должно быть две клеточки до так 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 два тут ведь все повторяющиеся элементы казалось бы проблема их повторять и однако о паришься правильно вроде бы да пока все правильно но если я справлюсь с этим кусочком и буду вообще большая молодец так будет победа виктория так у нас завтра последний экзамен все уже все сдали егэ мы все сдали двое у нас сдавали егэ и теперь остался один человек сдать последний экзамен по углу и все с экзаменами мы разберемся уже дальше нам придется думать про поступление короче это лето спокойным не будет вот что делать вот хочется сидеть и вышивать это знаешь что те там надо пойти и что-то делать кроме этого кроме вышивки хотя вот я например не хожу же уже на работу и уже благополучно на пенсии и все равно так что такое у нас раз вот это как понимать тут что-то не то вот вот назад уже не вернешься если здесь например ошибка то это дело будет плохом так что я говорю я говорю я говорю я на пенсии уже и тем не менее просто сидеть целыми днями вышивать безотрывно хотелось бы снова не получается что уж говорить о людях которые ходят на работу хорошо еще дети более-менее самостоятельные уже не надо их там с ложки кормить хотя достаточно внуков которых надо с ложки кормить к счастью старшие дети справляются ну то есть самые старшие дети это родители внуков естественно да а оставшиеся у нас старшие дети нянчатся с этими внуками детьми других детей ну в общем это сложно ладно не будем короче вот у нас сейчас гостит внук и с ним справляются вот он кричит как бы он надеюсь он на лестницу не пойдет единственное что я переживаю как бы кто не свалился с лестницы у меня у нас на второй этаж лестнице и если не доглядеть то может плохо кончится так дальше что вот как они пишут двойная вот эта штучка ну не знаю может быть оно конечно и и сазона муж приехал и привез я заказывала камеру личная камера для кур чтобы смотреть за курами что они там делают но не столько даже чтобы за ними смотреть сколько чтобы короче у нас мы когда их поселили кур только на них буквально на второй день кто-то напал кто-то напал так что мы уже думали что там совсем плохо дело аж кто напал мы не можем понять то ли коты какие-то соседские то ли вороны было бы камеру было бы видно что такое почему тут не сходится короче камера приехала мы ее поставим смотреть что там творится установили бассейн дети горят живанием купаться еще вода холодная вот так раз два здесь опять окошечко три Что такое? Дождь собирает воду. Дождь? Да. Смотри, мам. Да, котел. Воду собираешь. Чтобы попить. Бедняжка. Так, слушай, обедать пора уже. Пойдите пообедать. Обалдеть, я не знала. Обалдеть. Ладно, иди пообедай, Жень. Давайте мы его выпьем. Ты же говоришь им, пойди пообедай. Они идут и обедают. Самостоятельно. Сами обедают и еще маленького кормят. Так, это окошечка готова. Почему-то затруднения вызывают вот эти косые линии. Все время вопрос, куда они должны выходить. Под тем ли углом вроде бы. Как, что тут сложного-то? Все параллельно должно быть. перпендикулярно. Здесь что у нас? Прямоугольничек. Точнее, квадратик. Хорошо бы понимать, какую фигурку ты вырисовываешь. Потому что, если так смотреть, то вот это вот цветочек, да? Цветочек с серединочкой. А если так смотреть, то это косые крестики. Что легче делать? Цветочек или косые крестики? Наверное, цветочек все-таки легче делать. Так. Здесь по идее вроде бы все правильно. Должно быть еще одно окошечко. Ну, с другой стороны. Если вышивка очень простая, то многие страдают вроде бы, да? Ой, у меня сложная вышивка. Мне бы сесть одним цветом повышевать там большой кусок. Чтоб не думать вообще. А потом говорят, ай, как это скучно, неинтересно, утомительно. Ну, так и есть, правильно. Что вроде бы просто. Но зато скучно. А интересно, но сложно. Свобода выбора. Так. Подождите. Ой, нет. Опять что-то не так. Поспешишь, людей насмешишь. Почему-то она оказалась не там, где надо. Еще надо запоминать вот эту последовательность, как ты шел. Чтобы потом распускать, иметь возможность, если что. шеи до пари не будет пустой пары, да? Так. А! 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 Может быть, я и поняла, в чем дело. Может, и нет. Вот этот шаг был правильный. А дальше пошло что-то не то. Вот этот шаг был правильный. Дальше пошло вот что. Надо было сюда двигаться. Вот сюда. Вот так. Дальше пошло. так вот теперь на месте он стоит мы должны соединить с этим сто процентов тут к этому ой сто процентов такая двойная будет так у вас четко дальше другую сторону ой как же люди делают как это называется такая вот вышивка ажурная как она называется это все вышивка состоит из такого как бы кружева это специальное слово ну ладно бог с ними все на такое делать никогда не буду мне хватит вот этого элемента так а мы слава богу что есть сага потому что делайте это по бумаге отслеживать и отмечать кстати как отмечают бэк сделанные на бумаге тоже не закрасишь ой я вообще не люблю там где бэк по мне так его если есть то должно быть очень немного кто-то уже получается не вышивка крестиком а не пойми что ой смотрите-ка петр вроде как звал антона даже это прогресс научился звать антона вообще-то хорошо когда всегда есть маленький семье для старших это очень полезно потому что когда-то очень долго ребенок остается младшим то он как-то становится очень инфантильным а если есть младше него уже переходит в другой развед другую категорию больше ответственность так поэтому дети должны плавно переходить в внуков сантра сколько мне уже наполнился воды да где вот в котле раз-два-три можно еще так собирать колбой ну ты сможешь пнуть и не испортилась там не спорь с спрошу воду как хорошо что паникова у нас Вкусно. 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 Ну, и тут-то надо как-то нам закрепиться. А как нам тут закрепиться? Интересный момент. Мне кажется, тут еще и ошибочка. . мы не будем рисковать так надеюсь что все правильно скоро солнце сюда придет у меня южная сторона сюда будет шпарить это еще хорошо что сегодня так через облачность то приходится закрывать двойную штору так смотрим их тут и тут сложное место так откуда-то с другого надо подступиться ладно отсюда пойдем так 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 А что я сделала, а ты же двойная нитка у меня пошла, караул, караул, караул. Ну что там я вас не напугала такими скриками? Ну тут видишь, серьезное. Это опять невнимательность. Самая элементарная невнимательность. Сейчас бы поношила. Что ты падишь? Собака ловит, ветер носит. Так, стоп, стоп. Мне кажется, здесь что-то неправильно теперь. Причем. 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 Вот она где ошибочка. вот она ошибочка нашлась естественно ошибочка что-то надо с этим делать так 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 здесь видите на целую строчку ошиблась и значит это придется все распарывать этот весь кусочек мы идем пока сюда то есть вот тут уже пошло не то тут уже не распустишь, просто так концов не найдешь придется просто убрать еще этого мне многоцветка на пол клеточки обсчитался и это уже не скроешь не замаскируешь не скажешь что так она и был задумано давай 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 это что у нас такое и туда и сюда ну ладно говорится дело мастера боится повнимательнее а я повторяю слова все удивительно как дети умудряются учиться говорить не ходят на специальные курсы просто дома научаются говорить строить предложение вообще чудо природы поразительно так теперь что у нас или опять что то не то похоже опять что то не то где я тут была та самая последняя кто то что то Не оборотите так, чтобы ткань уже начнет лохматиться. И нитки начнут трепаться. Я вот поражаюсь, как люди могут выживать, скажем, целый час и при этом говорить целый час. Причем они говорят без пауз. Ну что, так или не так, или опять не так? Вроде бы должно быть так. Ну ладно, посмотрим. У меня вот так не получается. Ой, что, справились мы или нет? Вот с этим несчастным цветочком. Где он у нас? С этим цветочком и с этим молоточком. Я же говорю, что это не просто. Совсем не просто. Так, что ли? Это еще хорошо, что сегодня никто не косит. А то как пойдут косить чуть ли не 2-3 часа. У нас гол стоит, свист, виск. Сегодня хоть тихо. Нам, конечно, тоже надо бы покосить. Вообще, косить надо каждые 2 недели по-хорошему. Не лениться. Везде нужна регулярность. Вот что. Это очень важно. Каким бы делом ты не занимался, обязательно нужна регулярность, чтобы хоть что-то было в порядке. Вышивки тоже нужно регулярностью. То есть, если ты бросаешь на полгода вышивку. Не, ну понятно, что бывают обстоятельства, когда они невозможны. Раз, два. Но вряд ли при этом будут большие хорошие продвижения. Вот что. Так, нам надо вывести вот этот цветочек. Вот этот цветочек. Угу. Вот так. Так. представишь взрослые люди сидим вот этим занимаемся такой проблемой но это же приятно совсем не обязательно делать что-то глобальное колоссальное чтобы получить удовлетворение от происходящего вот с тех цветочек молодец айда молодец умницка благоразумницка так теперь мы идем на это наш здесь должно быть опять и нибудь не оплошать осталось не очень много успешно сделаем этот кусочек то пойдем с чистой совестью обедать за обедом почитаем другое время жалко тратить на чтение просто сидеть и глазами читать чуть как-то жалко во время обеда прочитать страничку другое как вы относитесь к чтению во время еды наверно плохо я как-то у нас в семье все читали во время еды я приучилась к этому с детства и в итоге приучил своих домашних к тому что я во время еды читаю мы конечно не сидим в это время там за общем обеденным столом то есть таких случаях я мечтаю если такая-то случится неприятность люблю есть одна я их всех накормлю или они сами могут поесть когда хотят а я люблю есть одна при этом почитать книжку сейчас читаю гигуа 93 год гражданская война революция страдают простые люди жестоко все через жизнь она всегда была жестокой штукой мне не нравится вот это вот как-то странно выглядит к сожалению не было времен когда все было прекрасно гладко даже просто мирно никогда не мог обычный человек жить не опасаясь себя за своих близких за свой дом мне кажется вот именно сейчас мы живем у нас в россии у христа за пазухой этого не 90-е годы когда любой бандит мог ворваться или на улице и ты ничего не мог сделать с этим сейчас я например чувствую себя спокойно и защищенной не сравнить с 90-ми годами все-таки нет такого вот как было без предела когда у нас в городе мы ра стреляли на улице кто-то что-то включил надо угадать что это такое но это не косилка ты не косилка это скорее всего откачка приехал кому-то да судя по доносящемуся аромату это кому-то приехала откачка надо бы закрыть окно с другой стороны закроешь окно и будет жарко так пушечка мы сделаем сюда 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 и осталось нам совсем немножко не знаю многие совсем уходят с ютуба мне что-то не совсем охота уходить с ютуба все-таки там как-то так привычно расстраиваться по поводу некоторых людей которые там какие-то гадости я стараюсь исключать из рекомендаций такие видео где мне скажут гадости поэтому в общем то особенно никто не трогать не задевает мое чувство патриотические поэтому сидим и сидим на ютубе печально тем кто там деньги зарабатывал конечно и перестал ну и деньг только это чё такое это как понимать это чё такое некрасиво коряво ты наверно ткачками нас пила еще раз пытаемся так 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 сюда 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 что-то здесь соединяется с этим ну что все можно себя поздравить мы сделали это через через пень колоду сделали что-то тут странно расслаблено плохо закрепился мы это сделали мы мы молодцы можно пойти пообедать вот вот так делается на 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 на